Приветствую вас на первом циничном канале! Друзья, я решил записать это обращение под влиянием одной недавно подслушанной беседы. Да, вот такой вот Иоганн Себастьян. Сижу, значит, в Макдаке, рядом сидят два комрада и ведут беседу. Но веление ее, правда, так громко, что подслушивать-то на самом деле не надо было. Все и так было слышно. То есть, чтобы не подслушать, нужно было либо отсесть, либо уши затыкать. Так вот, ну и сами понимаете, тема беседы, она если близка, то она привлекает внимание. Ну, я так сразу раз, тема-то наша МДшная. Не такая, такая, не такая, как, соответственно, выстраивать отношения, как не такую, ну просто термины другие. То есть, там нету как не такую найти. Но суть такая. Слил один из комрадов там полжизни на отношения, видимо, с женой, и сейчас остался, ну, стандартно, у разбитого корыта. И вот комрады решают, как быть дальше. Ну, правильные, в общем-то, выводы, что нельзя так вкладываться. Нельзя так вкладываться в женщину, нельзя так вкладываться в брак, по сути, в безликий какой-то институт и так далее. То есть, мысли правильные. Но несколько раз я с ними так немножко пересекся взглядом. Они меня не узнали. Меня часто на улице узнают. Эти не узнали. И меня это очень обрадовало, что не узнали. Что это значит? Что мысли мужского движения вышли уже не только из интернета, они вышли за пределы мужского движения. Потому что, если бы это были наши комрады, кто-то из наших, то они бы, конечно, меня узнали. Я думаю, что то мужское движение, которое сложилось там в ютубе, в интернете даже, ну, в принципе, я думаю, что меня бы хотя бы раз они видели и посмотрели бы, что рожда знакомые. Может, не узнали бы четко, но так бы задержали взгляд. А здесь нет. Значит, идея вышла. Так вот, это действительно стало последней каплей для записи этого обращения. Я уже в интернете много раз видел, как идея вышла за пределы мужского движения, но все-таки в интернете она вышла за пределы. И вот сейчас я стал видеть, что она уже за пределы интернета выходит. В интернете, да, в каких-то отвлеченных группах не мужского движения уже появляются там лозунги олень, баба-раб, то есть прям наша терминология. Так вот, вышла уже в реал, и это очень радует. Так вот, с чем я хотел бы к вам обратиться? Друзья, поднажмите сейчас, распространяйте. Сейчас очень эффективно, собственно, распространять информацию. Ну, говоря по своим ресурсам, на первом циничном и на любопытном уже порядка там 1200 сюжетов размещено. То есть, в принципе, практически все темы рассмотрены. Темы отношений, темы матриархата, дискриминации, да я бы сказал и геноцида мужчин в России. Очень много чего рассмотрено. Поэтому будете ли вы рекомендовать первый циничный и любопытный? Будете ли вы рекомендовать какого-то там другого блогера, писателя мужского движения? Те, кто, ну, может быть, блоги ведут именно в письменном виде? Это не важно. Конечно, мне бы хотелось, чтобы любопытный, первый циничный, но на самом-то деле это не важно. Старайтесь распространять информацию. Старайтесь распространять ее в реале. То есть, не только кидать ссылки, там, делиться информацией, это тоже, но в реале. Почему-то мне, ну, не знаю, как-то больше на уровне ощущений кажется, что в реале даже лучше. Все-таки в России, ну, во-первых, не такой уж большой охват интернетом. Он есть, но хотелось бы большего. Может быть, кто-то не особо-то, ну, он выходит туда по работе и все. То есть, охват насколько, чтобы сидеть на ютубе, может быть, это не так много людей на нем сидит. Короче говоря, в реале. И знаете что? Я вам даже завидую в чем-то. Сейчас каждое ваше действие будет давать эффект, ну, раз в десять больше, чем действия активистов мужского движения, которые мы только когда-то делали, там, год-два назад. Вот тогда, когда мы преодолевали инерцию покоя, многие активисты мужского движения, действие не особо приносило какой-то плод. То есть, я там выкладывал три-четыре ролика и так, опа, пять подписчиков пришло. Классно, пять человек. Здорово. Это действительно было, ну, буквально по крупице собиралось. Сейчас, когда инерция покоя преодолена, у вас есть возможность, ну, очень сильно участвовать в развитии этого процесса. Процесс идет. С одной стороны, ну, смотря с чем сравнивать. С одной стороны, если сравнивать с обществом в целом, то понятно, что МД это, ну, какая-то очень маленькая часть, основная масса оленяки, и они ничего про МД не слышали. С другой стороны, если сравнивать с тем, что было хотя бы пару лет назад, в десятки раз. В десятки раз мужское движение увеличилось. Идеи уже выходят вот из этого, по сути, между собойчика. Выходят уже, в том числе, в реальный мир. Короче говоря, друзья, я обращаюсь к вам, ну, даже не за помощью, а с призывом. Это не помощь мне. Это призыв к общему делу. И поверьте, это намного круче, чем там тапки сжечь, рвать их, в унитазе топить и так далее. Распространяйте информацию. Будь то в интернете, будь то в реале. Распространяйте. Особенно те, кто считает, что много таких отзывов было, что с первоциничного и с любопытного получил себе что-то, там, изменил жизнь, изменил мировоззрение. Ну, так вот, и распространяйте дальше. Это приятно. Это приятно, когда приносишь пользу, в том числе. Распространяйте, ну, хотел сказать, подсаживайте на канал, да не обязательно подсаживайте. Просто говорите с людьми. Не услышат, не надо. То есть, много тоже было от комрадов, что оленю бесполезно говорить. Знаете что? Я думаю, что в обществе, в нашем обществе, есть очень большой процент оленей, которым бесполезно говорить, которому укол на голове тиши, он будет по-своему делать. Да и шут с ними. Но есть еще и очень большой процент мужчин, которые просто не знают. Не знают, но узнав, могут изменить свое мнение. Вот ради них и стоит делать. А то, что олень услышит и дальше там рогами землю копать начнет, ну и все, хрен с ним. Пусть копает. Может, корешок найдет хороший. Ради тех, кто может действительно изменить свою жизнь, ради них и стоит распространять. Поэтому просто вот отдельным сюжетом запишу. Не пропустите это мимо ушей. Потому что сейчас модно стало там в около таком МДшном пространстве проводить какие-то акции. Вот акция, которая действительно стоит. Вы можете спасти людям судьбы. Спасти жизни. Спасти, даже там, сказав одному, спасти несколько жизней. Или же хотя бы привнести смысл. Может быть, человек там не выпилится из этого мира, но потеряет смысл жизни. Вообще, что страшнее? Потерять жизнь или смысл жизни? Не прожить жизнь или прожить бессмысленную жизнь? Тут, что называется, на любителя. Короче говоря, распространяйте информацию. Надеюсь, что дело будет процветать. И очень уже хорошие признаки этого вижу. Думаю, что в ближайшее время всплеск будет просто в геометрической прогрессии.